Конец лета и начало осени. Время, когда коридоры Центра здоровья детей не пустуют. Маленькие горожане приходят сюда вместе с родителями, чтобы пройти медицинский осмотр. Такая процедура необходима для раннего выявления заболеваний и факторов риска. А еще систематические осмотры приучают ребенка к тому, что нужно заботиться о здоровье с детства. Ежедневно на приемах у врачей бывают более сотни малышей. В их числе и Маргарита Ярулина, которая пришла в Центр вместе с мамой. Ты как солнышко светит, вот. Он на ручке тебе светит, солнышко. Видишь, не больно? Давай точно так же наносить по свету. С уговорами врач пытается осмотреть маленькую пациентку. Сделать это сложно, поскольку девочке чуть больше двух лет и она уже активно проявляет свой характер. Наконец нос и уши пациента осмотрены. И отоларинголог ставит свое заключение в медицинскую карту. Этот специалист в списке обязательных для посещения при поступлении в детский сад. Туда Маргарита отправится уже в скором времени. Ты ходила к врачу? Нет. Как нет? Ты показала носик? Нет. А ручки? Я просто плакала. А что ты плакала? Просто плакала. Ты застеснялась? Да, застеснялась. И плакала. Нам выдали путевку в детский садик новый, в Северное Сияние. И мы пришли проходить с ребенком медосмотр. Прошли практически всех специалистов. Очень приятно, что нет очередей. Все очень быстро, комфортно. В принципе, остались довольны. Маргарита готова, да. Она хочет играть с детками, хочет в садик быстрее. Думаю, все будет хорошо. Центр здоровья детей сейчас работает в штатном режиме. На профилактические, периодические и предварительные медосмотры ежедневно приходят более сотни маленьких горожан. Для каждого возраста характерен свой перечень докторов и дополнительных исследований. Один из специалистов выявляет какую-то патологию. Так как у нас профилактический центр, мы можем ее только выявить. В дальнейшем мы отправляем на консультацию к узкому специалисту, который разбирается в заболевании, назначает лечение, назначает дополнительное обследование, чтобы вылечить ребенка, так скажем. Самые частые нарушения здоровья, встречающиеся у детей, это патологии органов зрения и опорно-двигательного аппарата. Много факторов, да, особенного для органов зрения. Это и генетическая предрасположенность. Поэтому есть у нас дети, конечно, меньший фактор – это дошкольники. Но, конечно, уже после школы это уже и нарушение осанки, потому что дети сидят неправильно, да, искривление позвоночника, сколиозы. Ну, а зрение уже здесь тоже подтягивается. Большие комплексные медосмотры необходимы при поступлении ребенка в детский сад или школу и в подростковом возрасте. Помимо этого, Центр здоровья проводит ежегодные профосмотры организованных групп детей, когда выездные бригады работают в образовательных учреждениях. В течение года по плану медучреждения должны быть обследованы 24 тысячи маленьких новоуренгойцев. Галина Гладких, Павел Михайловский, Служба новостей «Импульс».